МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежая порция новостей от Универ Ньюс ждет вас прямо сейчас. С вами я, Марина Захарова, и мы начинаем. Подведены итоги года деятельности Казанского федерального. Прошло итоговое заседание ученого совета в 2017 году. Кто гуляет по ночному циту? На площадке информационного агентства Татаринформ состоялась пресс-конференция по итогам года деятельности Казанского федерального университета. Мы получили свежие кадры и предлагаем посмотреть их. Но более подробный сюжет вы увидите в следующем выпуске. Казанский федеральный университет 28 декабря провел пресс-конференцию, темой которой стали итоги уходящего года для университета. Спикерами пресс-конференции стали ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин. Должен сказать, что год уходящий был непростым для нашего федерального университета. связано это было прежде всего с теми событиями, которые происходят вокруг нашей страны по той простой причине, что мы являемся участниками глобального рынка как образовательного, так и научно-исследовательского. Все свои обязательства, которые мы брали перед коллективом и перед руководством страны, мы по итогам года можем проинформировать, что мы их исполнили. На пресс-конференции были представлены достижения университета. За 2017 год Казанский федеральный университет значительно повысил свои позиции практически во всех показателях. Ильшат Гафуров выделил достижения в образовательной деятельности и повышение позиций в рейтингах КУЭС, международное сотрудничество, привлечение большого количества иностранных студентов, а также создание нового музея имени Николая Лобачевского и возрождение одноименной премии. Кроме этого, ректор университета напомнил, что 2018 год в Республике Татарстан объявлен годом великого русского писателя Льва Толстого, и в рамках этого года будет создана премия. Инициатором создания премии стал не только университет, но и Министерство образования и науки, и Министерство культуры Республики Татарстан. Подробнее о пресс-конференции итогов года Казанского университета вы узнаете уже завтра. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. Состоялось итоговое заседание ученого совета Казанского федерального университета. Главными темами на повестке дня стали утверждения, выработанных за календарный год решений, а также обсуждения достигнутых результатов и планов на ближайшую перспективу. Все подробности ты узнаешь в следующем сюжете. 27 декабря состоялось итогов в 2017 году заседание ученого совета Казанского федерального университета под председательством ректора КФУ Эльшата Гафорова. На заседании наградили сертификатами Наталью Журавлеву, Альберто Аганова в новом статусе обладателя ученого звания доцента Аделя Дарякина, Андрея Артемьева и Стеллу Писареву. Главными же темами на повестке дня стали утверждения, выработанных за календарный год решений, а также обсуждения достигнутых результатов и планов на ближайшую перспективу. В частности, речь шла о старте формирования собственных диссертационных советов. Ученый совет проголосовал за то, чтобы реализовать данные КФУ, право самостоятельно присуждать ученые степени. Доклад о результате глобальной версии Московского международного рейтинга университета в тренинг миссии университета представил Марат Сефюлин. Он напомнил, что по итогам ранжирования КФУ вошел в топ-200 вузов мира. Российский Союз, ректор фонд поддержал эту задачу. Вы видите, 30 сентября 2016 года началась эта работа, и только в декабре был подготовлен основной рейтинг. В нем пока участвуют университеты из 39 стран, и представлена первая двухсотка университетов вот этого рейтинга. Самой обсуждаемой темой стало грядущее повышение зарплат для всех сотрудников университета. Было официально объявлено, что уже с 1 января 2018 года размер окладов ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, младших, старших и ведущих научных сотрудников, а также доцентов вырастет на 7%. Распоряжение правительства Российской Федерации поднять базовое на 4%. Значит, да, вот с 1 января следующего года мы сделаем так, что постараемся, чтобы большинство обратно перешли на ставку. И такая задача перед директорами институтов поставлена, чтобы мы четко понимали, какой контингент наших сотрудников работает на ставку и правильность расчета заработной платы. В завершении заседания Ильша Адгафуров выступил с поздравлениями с наступающим Новым годом и поблагодарил всех членов ученого совета за работу. Новый год – пора чудес и волшебства. Существует добрая традиция – организовывать корпоративный новогодний праздник. Этого события с нетерпением ожидают все сотрудники, так как это не только веселое времяпрепровождение, но и пора подарков, поздравлений и неповторимых моментов со своим коллективом. Сотрудники нашего университета умеют не только работать, но и хорошо отдыхать. Департамент пиар и рекламы Казанского федерального университета организовал новогодний корпоратив для сотрудников. Здесь классная площадка создалась, где представители абсолютно разных подразделений могут познакомиться, найти общие интересы, может быть, даже поговорить о работе. На празднике все собравшиеся, знакомились, общались, играли в интеллектуальную командную игру, которую проводила Кливерия интеллектуальный квиз в Казани. Идея эта пришла мне во время прочтения лекции для слушателей корпоративного университета, которые спросили, можно ли что-то организовать интересное, веселое, некий корпоратив. С творческими номерами выступили все желающие. Для гостей также были приготовлены подарки и сюрпризы. Анна Глазунова, Ленардо Валерьяров, Универ Ньюз. Мы продолжаем серию сюжетов про волшебство и мистику. Нашему корреспонденту Аделе Шамиловой удалось выяснить, какие загадки таит в себе ночное здание Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. В предыдущем сюжете об аномальных местах Казанского университета и его старинных зданиях с мощнейшей энергетикой мы успели приоткрыть завесу тайны сразу двух мест. Бывший военный госпиталь, на площадке которого сейчас располагается Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций. И старинная часовня, которая является хозяйственным корпусом университета. Пообщавшись с представителями этих подразделений, нам удалось выяснить еще немало интересного и странного, связанного с этими местами. Все время ходят легенды о том, что здесь ночами, видимо, какими-то специальными ночами появляются привидения, что иногда ночью что-то такое холодное пробегает по их шее, плечу, талии. Но не только ночные сотрудники ощущают мощную энергетику Высшей школы в позднее время. Например, запозднившиеся на занятиях студенты не перестают удивляться тому, как меняется ЦИД после захода солнца. Ночной университет. Что может быть лучше ночного университета? Днем он хорош, а ночью еще лучше. Ах, как здорово. Объяснить происходящее сложно, но мы попытались. Все, что связано с аномальными явлениями, мы только предполагаем. Все-таки это бывшая клиника, место, где люди приходили с хворями, с самыми тяжелыми своими проблемами в здоровье, оставляли здесь массу этой энергетики в процессе выздоровления, а некоторые, увы, не выздоравливали. А прошедший ремонт еще раз подтвердил, что Высшая школа журналистики скрывает в своих стенах еще очень много загадок. Причем в прямом смысле этого слова. Находили камины, где были сложены газеты многих-многих десятилетий назад. Издание уже заготовленное было под то, чтобы разжечь их. Конечно, там строители говорили, что чего-то у них там гуляют, полы что-то трещит и свистит. И в том числе, что чего-то они находят, что говорит о былых делах. На этом наши поиски аномальных явлений не заканчиваются. Также нам удалось выяснить, какие загадки таит в себе анатомический музей КФУ, и первая химическая лаборатория, и многое другое. Что скрывает в себе эти места, мы расскажем в наших ближайших выпусках. Однако, несмотря на все существующие поверья, ни одно аномальное явление ни разу не напугало студентов. Возможно, университет охраняет лишь добрые силы. Кто это может проверить? Никто, так же, как никто не может опровергнуть. Хотя, одно нам известно абсолютно точно, стены вуза хранят в себе очень много тайных загадок, которые нам только предстоит постичь. Аделя Шемилова, Ленардо Ватьяров, Роман Самарин, Универньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. И пусть каждый ваш день будет наполнен только лучшими новостями. С вами была Марина Захарова. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok